Решаем третью задачу под буквой А. Вам нужно это уравнение решить графически. Итак, что значит графически? Значит, в левой части у вас стоит функция, в правой части у вас тоже функция. В левой части функция показательная, в правой части функция линейная. Вам нужно построить графики обеих функций и найти точку их пересечения. Итак, первая функция у1 равна 3 в степени х, а вторая функция у2 равна 4 минус х. Здесь у нас основание троечка больше 1. Значит, график функции должен возрастать. Это у нас функция линейная. И для той, и для другой функции строим вспомогательные таблицы. х, у2. Итак, если х равен 0, у равен 1. Если х равен 1, у равен 3. Если х равен минус 1, у равен 1 треть. Здесь еще проще. Если х равен 0, у равен 4. Сюда подставили 4 минус 0,4. И если х равен, давайте возьмем, например, 2, то у равен 4 минус 2, 2. Строим систему координат. Рисуем график первой функции. Давайте начнем вот с этой линейной, будет попроще. 4 минус х. Итак, первая точка 0,4. Вторая точка 2,2. Аккуратненько проводим прямую. Это у нас функция у1, равная 4 минус х. И рисуем график функции 3 в степени х. 0,1. Раз точка. 1,3. Вторая точка. Она попадает на график предыдущей функции. И минус 1,1. Третья, третья точка. И прорисовываем график этой функции. Это у нас у2, равная 3 в степени х. Немножечко у меня неаккуратно получилось. Итак, ищем общую точку пересечения этих обеих функций. Обеих графиков, я имею в виду. Вот она, эта точка. Какие у нее координаты, ребят? 1,3. Значит, решение… Ответ записываем. Будет являться х. Нам же х нужно найти, да? А х у нас – это единичка. Х равен 1. И последняя задача, третья, под буквы b. Итак, у нас здесь снова два графика функции спрятаны в нашем уравнении. Две функции. Первая – у1, равная 1,2 в степени х. И второй график функции х плюс 3. Здесь анализируем. 1,2 попадает в промежуток от 0 до 1. Значит, график функции будет убывать. Здесь у нас обычная линейная функция. И для той, и для другой строим вспомогательные таблицы. Итак, х равен… Если х равен 0, у равен 1. Если х равен 1, у равен 1,2. И если х равен минус 1, у равен 2. И строим вспомогательную табличку для второй функции. х равен 0, у равен 3. Если х равен 1, у равен 4. Можно взять минус 1. В этом случае будет минус 1 плюс 3 в сумме 2. Рисуем систему координат. Рисуем график второй функции. Давайте с нее опять начнем. 0, 3. Первая точка. Вторая точка. 1, 4. Но у нас есть еще одна точка. Минус 1, 2 вспомогательная. Итак, получаем вот такую прямую. Аккуратно ее рисуем. Это у нас есть у2, равная х плюс 3. И теперь рисуем график первой функции. Точка 0, 1. Точка 1, 1, 2. И точка минус 1, 2. И опять мы попадаем на наш график. И это очень здорово, что мы попадаем на график этой функции. Итак, это у нас у1, равный 1, 2 в степени х. И снова нам нужно найти общую точку пересечения. Вот эта точка, точка b. И по условию задачи нам нужно решить уравнение. А решить уравнение – это значит найти х. Смотрим, у этой точки b какая абсцесса? Минус 1. То есть у точки b будут координаты минус 1 и 2. Но в ответ мы берем х, равный минусу 1. Потому что это требует условия задачи. Ребят, аналогично вы решаете под буквами v и g. В этот раз задание достаточно объемное, но несложное. Пожалуйста, все прорешайте. Если будут вопросы, то задавайте эти вопросы в чате. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok